Здравствуйте, дорогие! Я очень благодарю за то, что мы можем открыть Библию и слышать Божий голос. Все 66 книг в Библии – это Слово Бога. Если любой из вас примет это Слово в своем сердце, то большие изменения произойдут в вашей жизни, и вы с Богом станете как одно целое. Если вы с Богом станете как единое целое, то сердце Бога войдет в вас. И тогда любой из вас может наслаждаться покоем, любовью и благодатью Бога. Давайте для начала прочитаем Библию. Мы сегодня прочитаем 40 главу книги Бытие. Мы прочитаем всю главу. После сего веночерпий царя Египетского и Хлебодар провинились пред Господина своим царем Египетским. И прогневался фарон на двух царедворцев своих на главного веночерпия и на главного Хлебодара. И отдал их по стражу в доме начальника телохранителя в темницу, в место, где заключен был Йосиф. Начальник телохранителя приставил к ним Йосифа, и он служил им. И пробыли они по стражу несколько времени. Однажды, веночерпию и Хлебодару, царя Египетского, заключенные в тенице, видели сны, каждый свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. И пришел к ним Йосифа, и поутрую увидел их, и вот они в смущении. И спросил он царедворца и фараонов, находящийся с ним в доме, господин его по страже, говоря, «Отчего у вас сегодня печальные лица?» Они сказали ему, «Нам видели сны, а истолковать их некому». Йосиф сказал им, «Нет Бога ли истолкования? Расскажите мне». И рассказал главный в начерпе Йосифу сон свой, и сказал ему, «Мне снилась, вот виноградная лоза предо мною». На лозе три ветви. Она разбилась, показался на ней цвет. Выросли и созрели на ней ягоды. И чаша фараонова в руке у меня. И я взял ягод, выжал их в чашу фараонова и подал чашу в руку фараону. И сказал ему Йосифу, «Вот истолкование его. Три ветви, это три дня». Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, и подашь чашу фараону в руку его, по-прежнему обыкновению, когда ты был у него в яночерпи. «Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяну обо мне фараону, и выведи меня из этого дома». «Ибо я украден из земли евреев, и даже я здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу». Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Йосифу. «Мне та же снилась. Вот на голове у меня три корзины решетчатых». «И в верхней корзине всякой пища фараону во изделии пекаря и птицы клевали ее из корзины на голове моей». И, ответил Йосифу, сказал, «Вот истолкование его. Три корзины, это три дня». «Через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плод твою с тебя». «На третий день рождения фараонова сделал он пир для всех слуг своих, вспомнил о главном венчерпи и главном хлебодаре среди слуг своих». «И возвратил главного венчерпи на прежнее место, и он подал чашу в руку фараону. А главного хлебодара повесил, как истолковал им Йосиф. Но не вспомнил он главный венчерпи об Йосифе, но забыл его». Дорогие Библии, это удивительная книга для нас. «Если кто-нибудь поймет глубокий смысл в этой сороковой главе книги Бытие, то его вера больше не будет находиться в смятении и беспорядочности. Хотя многие люди в наше время ходят в церковь, но они дружат от страха, потому что не знают, что их грехи были прощены точно. Некоторые говорят, что нужно каяться, а некоторые твердят, что нужно принять Духа Святого, а некоторые говорят, что нужно говорить на ином языке, а некоторые говорят, что нужно принять огонь. Но разве они могут быть знаком того, что Господь спас меня? Господь среди множества в этом мире через Библию имена передал Свою волю. Да, очень мало таких мест, как сороковая глава, которая точно учит нас пути веры. Это не просто сороковая глава Бытие, но эта сороковая глава говорит нам об одном только. Мы с ней согрешили. И эта глава очень подробно говорит, что делать человеку, чтобы спастись, либо что делать человеку, чтобы стоять истребленными. Люди, которые не знают себя, думая, что войдут в Небесное Царство, если будут усердно читать Библию, молиться и будут преданными Господу. Да, и первый стих сороковой главы говорит, «После сего вина черпит царя Египетского и Хлебодар, провинились пред Господином Своим, царем египетским». А как написано в 22-м стихе? «А главного хлебодара повесил». Так ведь? Так ведь? И давайте посмотрим 21-й стих. И возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараону. И виночерпий, и главный хлебодар провинились перед фараоном. Они все провинились, а некоторые получают прощение грехов и идет в Небесное Царство. А некоторые становятся истребленными. Библия точно говорит нам об этом. «Читая эту Библию, я смог точно разделить людей на тех, которые идут в Небесное Царство, и на тех, которые станут истребленными». Многие из вас задаются такими вопросами, как «Смогу ли я войти в Небесное Царство?» Я многое согрешил. Говорят, что Иисус умер на кресте, но мои грехи прощены или нет? Я раньше проживал в городе Тегу, и в Дегу есть молитвенный центр на горе Чуан. И, знаете, на этой игре многие люди плачут, кричат «Господь, прости мои грехи!» Эти люди всю ночь, ухватившись за дерево, кричат «Господь, прости!» Возможно, они почувствуют облегчение. Но не чувство облегчения, ли ветер или огонь доказывает ваше спасение. Библия нам говорит об этом точно. Я много раз перечитал Библию. Да, хотя главный Виночерпий и Хлебодар оба провинились. Но я не знал, как Виночерпий получил спасение, и как Хлебодар стал истребленным. Да, Виночерпий говорит, что он увидел перед собою виноградную лозу. И были три ветви на ней. Да, показался цвет, потом созрели ягоды. И в моей руке была чаша фараоновая. Я выжал ягоды в чашу и подал в руку фараона. Иосиф услышал, говорит, «Три ветви — это три дня». «Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое». Это радостная вещь, так ведь? А что говорит Хлебодар? Увидев, что Йосиф истолковал хорошо, он сказал ему. Он думал, что их сны похожи. Да, у Виночерпия были три ветви, а у этого человека три корзины, вещечатых. Да, на первый взгляд, они очень похожи. Когда мы участвуем в причастии перед Богом, мы преломляем хлеб и пьем вино. Хлеб символизирует тело Иисуса Христа, который пригвожден на кресте за наши грехи. А чаша символизирует кровь Иисуса Христа, которую Он пролил за наши грехи. И поэтому, если мы обращаем внимание на сны Виночерпия и Хлебодара, у Виночерпия были три ветви, а у Хлебодара были три корзины с хлебом. Да, три корзины с хлебом. Да, их сны были похожи. Но в чем было отличие между Виночерпием и Хлебодаром? Хлебодар на корзине добавил кое-что. Он положил всякую пищу, изделия пекаря. И птицы небесные хлебали их. Я, конечно, согласился с истолкованием Иосифа, но я не знал, каким образом он так истолковал. И поэтому я вложил эту историю из церковой главы в свою душу. И я долгое время размышлял по-разному. И Виночерпий подал чашу в руку фараона. Это вино символизирует кровь Иисуса. Дорогие, что говорит Виночерпий? Что он много согрешил. Он точно сказал, что совершил много грехов. Но говорит, да, передо мной стоит виноградная лоза. Да, эта виноградная лоза символизирует Иисуса Христа. И все, что произошло от виноградной лозы, он принес к царю. И когда он пристанет перед Богом, и на что обращает Господь внимание? Он обращает внимание на вино. Господь, посмотри на это вино. Это кровь Иисуса Христа, который взял на Себя все мои наказания. Почему Иисус пролил Свою кровь? Он пролил кровь, чтобы простить мои грехи. Он мог бы не пролить Свою кровь. Но Сюша, почему Он пролил Свою кровь? Он умер на кресте и пролил там кровь, потому что взял на Себя мои грехи. Поэтому это кровь, это вино. Это кровь Иисуса, который пролил Свою кровь за мои грехи. То есть, Он получил все наказания за все мои грехи. Господь, не смотри на меня больше. Правда, я согрешил. Но я ничего не сделал, чтобы омыться. Но посмотри на кровь Иисуса Христа, который был пригвожден ко кресту и омыл все мои грехи. Эта кровь точно свидетельствует о прощении грехов моих. Дорогие, я начал ходить в церковь с самого детства. Но когда я повзрослел, начал много воровать. От голода мы воровали чужую пченицу, яблоки, курмы. Много согрешили, много воровали. Я всегда считал себя грешником. Я всегда молился, чтобы Господь просил мои грехи. Я исповедовал все свои грехи и просил прощения. Но когда я прочитал сороковую главу книги Ботие, вот, Виночерпий пришел к фараону с одной чашей с вином. Но он получил спасение, получил прощение грехов и вернулся на прежнее место. Да, на что указывает эта история? Когда мы приходим к Богу, нам не нужно брать с собой ничего, кроме крови Христа. Кровь Иисуса Христа это та кровь, которая доказывает, что Иисус получил все наказания за все мои грехи. Господь, посмотри на эту кровь. Это кровь Иисуса Христа, который был пригвожден как Христу за меня. Разве у Иисуса были грехи? Не было грехов. Но почему Он пролил Свою кровь? Он пролил кровь, чтобы омыть все мои грехи. Да, пролитой кровью и смертью Иисуса. Так как Иисус получил все наказания за мои грехи. Поэтому ведь Бог говорит, больше не воскомнит наших беззаконий и грехов. Если вы воспоминаете о своих грехах, то посмотри на эту кровь. Мои грехи прощены кровью Иисуса. Виночерпий говорил о такой вере. Раньше, когда я читал Библию, я понял, что сон виночерпия это о том, как его грехи очистились. Но что это за было вино, что он принес его и получил прощение за это? Да, Иосиф истолковал правильно этот сон. Я не понимал смысла. И пока я перечитывал Библию по несколько раз, и в глубине сердца я начал размышлять над этим словом. И, значит, Господь мне открыл этот смысл точно так же, как и Иосифу. Когда, дорогие, вы приходите к Богу, как вам нужно поступать? Вы хотите хорошо выглядеть перед Богом, так ведь? Перед тем, как встать на трибунах сегодня, я умыл свое лицо, помыл свои волосы, использовал шампунь, и вот вышел таким. И привез себя в порядок, чтобы выглядеть приличным перед многими людьми. я оделся хорошо и побрился. На самом деле, у меня не очень много волос на лице. Я могу их просто вырвать. Но их многовато для того, чтобы вырвать. Но большой разницы нет, бреюсь я или нет. Но я побрился для приличия. Да, я вышел перед вами таким. И вы в каком виде хотите прийти к Богу? Да, и большинство из вас думает, перед тем, как прийти к Богу, а что я сделал такого хорошего? И что я сделал такого плохого? Начинайте думать об этом. Господь, я согрешил. Прости, забудь об этом. А вот вспомни об этом. Я помогал бедным людям. Я помиловал бедных людей. Я ходил на утренние молитвы. Я постился пять дней подряд. Господь, вот как я служил тебе. И понимаете, такие вещи приходят к вам. И все же вы хотите прийти к Богу со своей гордостью. О, я сделал то. Я был таким преданным. И несмотря на мои нужды, я приносил Господу десятину. Я помогал людям бедным. Я ходил постоянно на утренние молитвы. И многие люди думают, что Господь примет их за хорошие поступки. но Библия нам говорит точно, что вся человеческая праведность и все, что произошло от этой праведности, это запачканная одежда. Думаете, если вы придете к Богу в запачканной одежде, Господь будет этому рад? Слушай, ты неприятно пахнешь. Отойди. Зачем ты пришел в такой одежде? Это может выглядеть прелестью в ваших глазах. Возможно, в ваших глазах это выглядит хорошими поступками, правильными. Я тоже смотрел на это так. Однажды учитель в воскресной школе говорил мне, да, он говорит, что у него была хорошая новая куртка. И однажды зимой по дороге он увидел бездомного человека, который стоял на коленях. И он снял свою куртку и положил на этого бездомного человека и побежал. Я получил глубокое впечатление. Да, у меня даже нет куртки для себя. А сейчас я сомневаюсь в том, что она поступила на самом деле так. Да, кто же будет давать новую куртку бездомному человеку? Да, я сомневаюсь. Но я хотел попробовать, как он. Но у меня не было куртки. У меня даже не было одежды. Но у меня был там кое-какой запас денег. у меня были такие новые банкноты. Я их взял и вечером по дороге встретил бездомного человека. Я положил эти денежки перед ним и побежал. Убежал от него. И знаете, это событие надолго я запомнил. Хотя это несколько десятков лет тому назад произошло, когда мне было 10 с чем-то лет. Но я помню этот добрый поступок с моей стороны. Но, дорогие, разве такой добрый поступок сможет меня приблизить к Богу? Нет, абсолютно невозможно. То, что может меня привести к Богу, во всех добрых поступках нет смысла. если вы можете прийти к Господу своими добрыми поступками, тем, что вы помогали бедным людям, тем, что вы приносили десятину. Нам Библию не нужно читать только с одной стороны. Всю Библию мы должны понимать. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Далее, «Не от дела, чтобы никто не хвалился». Дорогие спасения мы получаем через веру в благодать. То, что мои грехи прощаются, и то, что мы получаем прощение грехов. Да, ничто иное, кроме крови Иисуса Христа не может омыть все мои грехи. Поэтому к Ефесянам 2 глава 8 стих, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». И как дальше написано в 9 стихе? Написано «Не от дел». Какими бы добрыми делами вы не занимались, какими бы преданными вы не были Господу, но вам не спастись этими делами. Я однажды поехал в одну страну и встретил там одного великого человека, который считается святым своей стране. Он просвещал раньше 14 лет в тюрьме за то, что он верил в Иисуса. И этот человек пришел ко мне. Я спросил этого человека «Вы сможете войти в небесное царство?» Он говорит «Да, я смогу». Уверенно ответил. Как вы сможете туда попасть? Я 14 лет страдал в тюрьме во имя Иисуса. Думаете, я не смогу попасть в небесное царство? И я ответил этому человеку «Вы меня простите?» Ну, нигде в Библии нет такого слова, которое говорит, что мы можем войти в небесное царство своими делами. И он спросил «Пастор, вы когда-нибудь сидели в тюрьме?» Нет, я никогда не был осужденным. Но несколько раз ходил в колонию, чтобы проповедовать осужденным. «Пастор, думайте, я один страдал в тюрьме? Моя жена стала нищей, а мои дети подбирали кожуру на улице и ими питались. Пастор, вы пробовали так жить? И почему это я не могу попасть в небесное царство?» Он начал сердиться на меня. «Простите меня». Библия говорит, что мы не можем войти в небесное царство нашими делами. Если вы возьмете свои дела, то обязательно станете проклятым. Да, правда, многие люди стараются, они делают то и то ради Господа. Это же правда. Но эти дела никогда не могут вас спасти. Библия говорит, спасение не от дел. Только благодатью мы спасаемся. Благодатью называется то, что мы получаем без работы. это грех. Поэтому спасение и прощение грехов не находятся в другом. Но мои грехи прощаются благодаря крови Иисуса Христа, который был пригвожден к кресту за мои грехи. Да, когда Иисус на кресте умирал, проливая свою кровь, Он страдал за нас. Он не за свои грехи страдал. Он умер на кресте не за свои грехи, но умер за наши грехи. И когда Он умирал на кресте, Он положил конец всем наказанием за наши грехи. И говорит, что навсегда были прощены наши грехи. Что Он больше никогда не восполнит наших грехов и беззаконий. Но, к сожалению, многие люди в наше время, они плохо понимают Библию и не знают о том, как попасть в Небесное Царство. Поэтому эти люди не собираются уповать только на кровь Иисуса Христа. Но они туда добавляют свои дела, свои добрые поступки, свои старания, свою преданность, свое служение. Но почему же эти люди добавляют много своего? А эти люди знают, что Иисус умер на кресте за грехи. Эти люди думают, что грехи не прощаются только кровью Иисуса Христа. Хотя Иисус пролил свою кровь за меня, но все равно я должен еще трудиться. Все равно мне нужно быть преданным Господу. Все равно мне нужно служить. И поэтому Библия делит людей на двоих. Виночерпий пошел к фараону только с чашей и вином. Да, почему Виночерпий взял вино? Когда он пришел к царю, когда он приходит к Богу. Да, и что перед Богом нас может освободить от наших грехов? ничто иное, как кровь Иисуса Христа. Когда Иисус Христос умер на кресте за наши грехи, вот в этот момент Иисус совершил идеальное спасение. сегодня сегодня все люди знают о том, что Иисус умер на кресте за мои грехи. За наши грехи. Знаете, что огорчает нас? Если Иисус умер за их грехи на кресте, это означает, что Он получил наказание за все грехи, поэтому наши грехи прощены. хотя эти люди говорят словами о том, что Иисус умер за их грехи, я не пою даже гимн, Его кровью мы получили прощение. И при этом что они говорят? Господи, мои гречные люди. Почему так говорят? Эти люди вовсе не веруют тому, что смертью Иисуса Христа наши грехи были прощены. верить. Мы говорим о том, что люди должны поверить своим сердцем. Но для виночерпия было достаточно прийти к царю с чашей. Хотя это правда, что много согрешил и провинился. кровь кровь Иисуса Христа омыл все мои грехи, даже если эти грехи такие как гора целая, но мы должны верить в кровь. Но что говорят многие верующие в наше время? Они поют гимн. мы получили прощение такими сокровищами, как серебро или золото. Получили искупление кровью Иисуса Христа Божьего Агнца. Согласно тексту этого гимна, согласно этим словам, да, мы были искуплены не драгоценными серебром или золотом, но мы получили искупление кровью Иисуса Божьего Агнца. Согласно этому тексту, если люди веруют тому, что их грехи были прощены кровью Иисуса, давайте помолимся. О, Господи, мои грешники, если эти люди верят, что грехи были прощены, то нельзя называть себя грешниками? Да, мои грехи были прощены, их уже нет. Хотя кровь Иисуса омыла все грехи. Но о чем говорят эти люди? грехи. Да, устами они подпевают этот гимн. Они знают, что Иисус умер за их грехи. Но эти люди думают, что грехи не были прощены кровью Иисуса Христа. Поэтому называют себя грешниками, зная то, что Он пролил кровь за их грехи. Проблема в том, что эти люди не веруют тому, что кровью все грехи были прощены. Если мы точно поверим в том, что наши грехи были прощены кровью Иисуса, да, зная то, что кровью Иисуса Христа мои грехи омыли с белой снега, то нельзя себя назвать грешниками. Если я знаю, что мои грехи были прощены, как я могу себя назвать грешником? Поэтому что говорит хлебодар? На голове его были три корзины решетчатых. Эти три корзины с хлебом символизируют тело Иисуса Христа, которым Он пожертвовал за наши грехи. Когда мы преломляем хлеб и принимаем это хлеб, мы говорим, что это тело Христа, которое разодралось за наши грехи. Иисус за меня пролил свою кровь и пострадал, чтобы омыть мои грехи. Господь, благодарю Тебя за то, что Ты пострадал и получил такие раны за мои грехи. Но хлебодар, хотя ему нужно было неси только три корзины с хлебом. Господь, это хлеб из тела Христа, которое было пригвождено ко Христу за мои грехи. А виначерпи говорит, вот это вино, это кровь Иисуса Христа, которую Он пролил за мои грехи на Христе. Хотя я много согрешил. Но Иисус своей пролитой кровью омыл все мои грехи. Посмотри на эту кровь. Это свидетельство того, что мои грехи были прощены. Да, Виначерпий пошел к фараону с такой верой. А у Хлебодара не было такой веры. Хотя он должен был отнести три корзины с хлеба. Но ему показалось, что этого недостаточно. Поэтому на корзине он положил свою хорошую пищу всякой изделия пекаря. Если бы он понес только эти три корзины хлебом, то Господь бы увидел хлеб. Да, он должен был сказать, телом Иисуса я получил прощение грехов. Но на них он положил всякой изделии пищу. Дорогие, есть три корзины. Иначе корзина он положил хлеб. Но если на самой верхней корзине, если положить пищу и всякое изделие пекаря, то изделие пекаря покроет хлеб, когда он приходит к Богу, его дела покрыли полностью крест Иисуса. Да, по одной причине мы должны прийти к Богу. Мы должны прийти к Богу с кровью Иисуса, которую Он пролил за нас. И если мы возьмем только тело Христа, которое Он пожертвовал на кресте за наши грехи. Да, почему же Иисус тело было разудрано? Почему Иисус пролил Свою кровь? Для того, чтобы омыть мои грехи. Да, Его тело получило рану. Он пролил Свою кровь. Посмотрите на этот хлеб. Это тело Христа, которое получило рану за мои грехи. Посмотрите на это вино. Это кровь Иисуса Христа, которую Он пролил за мои грехи. Безгрешный Иисус за мои грехи пострадал, и Он пролил Свою кровь, Христа. Так так как Он расплатился с моими грехами полностью. Библия говорит, что у меня нет грехов, что я праведен, что я свят. У меня есть такая вера. Но, дорогие, хлебодар, он должен был взять с собой тело Христа. Но ему показалось, что этого недостаточно. Поэтому на корзинах он положил всякую пищу и изделия пекаря. Это означает, что он не верит в кровь и тело Христа. Да, многие люди говорят, что они посещают церковь. Они поют гимн о дневный день, о дневный час, когда все мои грехи были прощены. Это правда, Иисус Христос омыл наши грехи до конца, он не мыл их частично. Когда Иисус омывает грехи, он омывает все грехи полностью. Да, Иисус на кресте омыл все наши грехи и сделал их белее снега. Но дьявол обманул нас. И мы не смогли поверить в эту правду. Хотя по правде Иисус умер на кресте. Но нам кажется, что этого недостаточно. И мы хотим добавить много своего. И мы туда добавляем наши дела. Да, я заботился о бездомных детях. Да, я плачил за бедных людей. Я давал продовольствие бедным людям. Да, многие люди живут с такими мыслями. Они ставят свои дела выше крови Иисуса Христа. Да, это все находится на верхней корзине и покрывает тело и кровь Иисуса Христа, которую Он пролил. христа на христа. Но знаете, почему Библия очень ясно говорит нам об этом? Вот, когда я общаюсь с людьми, которые посвящают церковь, к примеру, тот пастор, с которым я общался за границей, я спросил, вы можете войти в небесное царство? Он говорит, я 14 лет жил в тюрьме ради Господа, почему я не могу войти в небесное царство? Я говорю, пастор, мы не можем войти в небесное царство своими делами. Что бы мы ни делали, мы не можем войти туда своими делами. Но вы считаете, что одной крови недостаточно? Что кровь Иисуса не могла мысли ваши грехи? Поэтому вы начинаете думать, что вам нужно больше трудиться, что вам нужно сделать еще много добра, что вам нужно больше поститься, и вы добавляете свои дела. Но что говорит Библия? Спасение не от наших дел, не от наших дел никогда. Какими бы делами человек не занимался, он не может дамы свои грехи ничуть. Да, по этой причине, несмотря на то, что все люди знают о том, что Иисус умер на кресте. И знаете, крови Иисуса достаточна. Его кровь совершенно омыла все наши грехи. Даже Бог говорит, что все наши грехи были прощены. И боли не восполнят наших беззаконий грехов. Он помимо этого слова Сатана вкладывает другие мысли, из-за которых мы начинаем думать, что мы должны трудиться больше ради Господа, делать еще больше. Я тоже так думал, когда я раньше ходил в Пресвятерянскую церковь. О, я должен заботиться о бездомных детях. Да, я должен хорошо относиться к бездомным детям. Только тогда я могу войти в Небесное Царство. Только тогда я смогу получить прощение грехов. Я должен быть добрым. То есть, я имел в виду, что одной крови Иисуса недостаточно. Да, то есть, я имел в виду, что одной крови Иисуса не было достаточно. Хотя люди знают, что Иисус умер за них на кресте. но в наше время, в наши дни многие верующие не могут сказать уверенно, что они праведные, что они чистые люди. Хотя Иисус умер на кресте, но если я остался грешником после этого, то это означает, что Иисус претерпел провал на кресте. Но слишком во многих церквах учат своих людей таким образом. Даже пасторы себя называют грешниками и пресвитеры называют себя грешниками. У меня один раз был семинар в городе Тегу. И в Тегу ко мне обратился один корреспондент. И корреспондент говорит мне, он спрашивает, пастор, чем ваша церковь отличается от других? И он попросил, чтобы я выделил ему 30 минут. Я говорю, хорошо, давайте поговорим. И мы сели за стол. И он задал первый вопрос, чем ваша церковь, пастор, отличается от других церквей? А я переспросил его, уважаемый корреспондент, вы ходите в церковь? Я ни разу не посещал церковь. Ой, правда? А случайно, вы знаете, что Иисус умер за грехи на кресте? Да, об этом я знаю. Так почему он был пригвожден к кресту? Ну, говорят, что за наши грехи он умер на кресте. Да, это правда, это точно. Да, вы попросили объяснить отличия между нашей церковью и другими церквами. Как я могу в двух словах об этом рассказать? Он говорит, я знаю, что это сложно, но попробуйте рассказать. Хорошо, я попробую объяснить вам. от других церквах говорят, что Иисус умер за наши грехи, но они продолжают называть себя грешниками. А мы как говорим, у нас было много грехов, но мы себя называем праведными, так как Иисус омол все наши грехи на кресте. Тогда этот корреспондент как сказал? Он спросил меня, это правда, что в других церквах люди себя называют грешниками? Пойдите и спросите у них. Нет, эти люди точно себя называют грешниками? Пойдите и спросите у них. Корреспондент сильно удивился. Это правда, что люди посещают церковь и называют себя грешниками? Я сказал. Я знаю, что они так говорят. Вы попробуйте тоже спросить у них. И он меня спросил. Хорошо, эти люди тогда во что верят церкви? Понимаете, дорогие, такова реальность. Вы тоже раньше так говорили? Когда вы ходили в другие церкви, тоже говорили так? Да, это реальность. они говорят, что Иисус умер на кресте за грехи. Да, эти люди говорят, да, Иисус пролил свою кровь, да, мы благодарим, они проливают слезы. Но они не веруют в Иисуса Христа. Они вовсе не веруют тому, что кровь Иисуса омыла все грехи. И поэтому они считают себя грешниками. многие церкви в Корее нас называют сектантом по одной причине. За то, что мы говорим, что у нас нет греха. За то, что все наши грехи были прощены. За то, что мы говорим, что мы праведные люди. За эти слова эти люди называют нас сектантами. Что говорит Библия нам? Кремлянам 23, глава 23 стих. Все согрешили и лишены славой Божьей. Затем 24 стих. Получая оправдание даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Дорогие, так как Иисус, а мы все наши грехи на кресте. Поэтому Бог смотрит на меня и называет меня праведным. Поэтому я получил оправдание от Бога. Да, Бог говорит, я оправда, значит, я праведный. Я праведный. Я поехал однажды в Доминику. И у нас там была встреча с пасторами местными. Я встал на трибуны и начал говорить. Я сказал, что я праведный человек. Все пасторы удивились. Они все сказали мне, пастор, у нас к вам вопрос, вопрос есть. Хорошо, задавайте вопрос. Пастор, вы воровали когда-нибудь? Обманывали? Вы не грешили? Я ответил им, я очень много воровал, что мне даже не посчитать. Я много раз лгал. Значит, вы грешник. Как вы себя назваете праведным? Согласен. Я тоже думал, что я грешник. Но меня назвал праведным Бог. Кремлянам 3, 24. Да, Бог меня оправдал. Да, мы стали оправданными. Кремлянам 4, глава, 25 стих. Который предан за грехи наши. И воскрес для оправдания нашего. Да, причина, по которой Иисус воскрес. Посмотри на моих ладонях следы. Да, посмотри в моем боку следы. это наказание, которое я получил за ваши грехи. Вот на моем боку след от копья, от следы от гвоздей. На моем подъеме следы от гвоздей. Посмотри на моей голове следы от тернистого венца. Все это наказание я получил, чтобы простить вам грехи. Вот следы на моих ладонях доказывают ваше прощение. И даже следы на моих ногах доказывают, что вы получили прощение. Так как Иисус получил все наказания за наши грехи. Он не только омыл часть наших грехов, но Он совершен омыл все наши грехи. Поэтому Бог называет меня праведным. И Иисус меня назвал праведным, который предан за наши грехи и воскрес для оправдания нашего. Если меня оправдывает Бог, если меня оправдывает Иисус, разве Бог лжет? А разве Иисус лжет? Нет же, они никогда не лгут. Если нас оправдал Бог, то мы праведные люди. Если нас оправдал Иисус, то мы люди праведные. И мы верим в это. А Сатана ввел сердца многих людей в смячение, из-за которого люди думают, что им нужно усердно трудиться, чтобы получить прощение грехов. А Библия говорит, что только кровь Иисуса может омыть все наши грехи. 7 октября 1962 года до этого все время считал себя грешником. Но после того дня я начал называть себя праведным. Я согрешил. Я воровал и лгал. Но однако Иисус получил все наказания за все мои грехи навсегда. И меня оправдал Бог. и меня оправдал Иисус. Если меня оправдал Бог, разве я не праведен? Так ведь написано в Библии. А сатана вкладывает такие мысли. Мы должны быть совестными, кроткими. грешниками. И поэтому люди отрицают кровь Иисуса и называют себя грешниками. Если вы говорите, что вы грешники, это означает, что Иисусу не удалось простить наши грехи на кресте. если Он намыл наши грехи, мы не можем быть грешниками. В Библии написано, что все наши грехи были прощены навсегда. И нам следует верить в Слово из Библии. И в Доминике, когда я говорил об этом пасторам, они очень сильно удивились. Они вдруг поднялись на трибуны. Я думал, что они делают? Они взяли за мою руку, благодарили меня, попросили сфотографироваться вместе, попросили подписать мои книги, начали называть меня своим отцом. У меня появилось много отцов и много братьев. Мне было очень приятно. Да, я говорю об этом, потому что я взрослею, старею. Но правда, они стали действительно для меня как родные братья. да, но какая проблема у нас есть? Хотя только кровь Иисуса может омыть все наши грехи. Иисус не потерпел провал. Он умер на кресте и сказал, что все совершилось. Вот и в этот момент все наши грехи были омыты. Хотя сатана вкладывает в вас разные мысли, но, пожалуйста, не надо следовать за ними. Только кровь Иисуса может омыть наши грехи. Да, почему же Бог написал 40-ю главу для нас? Да, в этой главе есть двое людей. Первый человек, это как Деначерпий, который приходит уверенно к Богу и говорит, Господь, смотри на эту кровь. Да, смотри, это кровь Иисуса Христа омыла все мои грехи. Но сегодня многие люди попадаются на удочку дьявола. Хотя Иисус омыл все наши грехи на кресте, но людям кажется, что этого недостаточно и думают, что им нужно больше трудиться для спасения. А чем мы можем сделать себя совершенными, как крест Иисус? Такого нет ничем. только кровь Иисуса может омыть все грехи. Поэтому нам не нужно страдать или переживать, но именно кровь Иисуса. Да, нет другой веры. Нам нужно поверить только в том, что кровь Иисуса омыла все мои грехи. Да, старшие братья ненавидели Иосифа. Да, они его ненавидели за его сном. Однажды у Иосифа был сон, и у него был сноп, и у старших братьев были снопы. И, знаете, встал и стал сноп Иосифа, а снопы и братьев окружили его и поклонились перед ним. И Иосиф рассказал своим братьям об этом сне. И братья осредились. Неужели ты будешь старствовать над нами? Неужели ты будешь владеть нами? Они ему завидовали и ненавидели. Однажды отец выслал Якова Иосифа к братьям. Да, Иосиф пошел туда. Иосиф пришел к ним. И когда братья увидев Иосифа идущего к ним, идет сновидец. Давайте убьем его. Сняли с него одежду и бросили его в пустой ров, где не было воды. И как раз тогда проходили мимо торговцы. И они продали его за 20 серебряников. И Иосиф в конце концов оказался в Египте. его купил начальник телохранителей Патифар. И он стал рабом в доме Патифара. Но с какого-то дня жена Патифара начала обольщать, искушать его. Когда Патифар уходил на работу утром, то она вызвала Иосифа без причины и говорила о разном. Иосиф даже не хотел находиться рядом с ней. Однажды он пришел к ней, потому что она вызвала его. Но в комнате никого не было. «Эй, ложись со мной». Она ухватила за его одежду и хотела снять с него одежду. А тогда Иосиф оставив эту одежду убежал. и тогда жена Патифара сообщила об этом своему мужу. Она сказала мужу своему, «Ой, это раб именем Иосиф. Он вошел в мою комнату и пытался меня изнасиловать». И когда я закричал то он снял одежду и убежал. И Патифар очень сильно разгневался и заключил его в темницу. А в этой темнице пребывали только узники царя. Да, и он находился вместе с веночерпием и хлебодаром фараона. И Иосиф служил этим людям. Однажды в веночерпием и хлебодаром находились смущения. Иосиф спросил, «Отчего у вас печальные лица? Нам видели сны, а истолковать их некому. Нет Бога ли истолковения? Расскажите мне». И тогда веночерпи рассказывает, «Вот, мне снилась виноградная лоза предо мною, на лозе три ветви, она развилась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды. Я выжил ягод в чашу и подал фараону». И Иосиф начал истолковать. Три ветви – это три дня. Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое. Все твои грехи были прощены. И ты снова будешь служить фараону как веночерпи. Когда я читал эти слова Йосифа? И как такое может привести его к спасению? Мне потребовалось много времени, чтобы понять смысл. А потом Хлебодар рассказывает, что он положил пищу на корзинах, и почему же он умер из-за этого? Йосифа, конечно, я прочитал истоковение Йосифа, поэтому я понимал смысл. Но я не понимал, почему один сон говорит о спасении, а другой о смерти. Я перечитывал несколько раз Библию и размышлял много раз. Да, когда читал Библию, в Библии было много непонятных вещей. Но Господь постепенно начал открывать мне, поэтому я получил ответы над свои вопросы. И знаете, Господь дал точный ответ в этой истории. Когда виночерпий пришел к Богу, он ничего другого с собой не взял. Он взял только вино в чаше. Да, в причастии это символизирует кровь Иисуса. Боже, посмотри на эту кровь в этой чаше. Я совершил много грехов. Но Иисус пролил Свою кровь за мои грехи. Да, кровь символизирует кровь Иисуса. И кровь Иисуса станет свидетельством того, что мои грехи были прощены. И поэтому Бог, когда Он пришел с кровью, да, посмотри на эту кровь Иисуса и прими Меня Боже. И так как Иисус пролил Свою кровь и простил грехи, поэтому Бог не может нас не принять. А хлебодар, Он принес три корзины. Это тело и Христа, которое пострадало за наши грехи. Хотя Он носил три корзины с хлебом. Ой, фараон, посмотри, тело Христа пострадало за мои грехи. Да, это доказательство того, что мои грехи были прощены. Когда Он был пригвожден к Кресту, мои грехи были прощены навсегда. Да, так следовало бы говорить хлебодару. Но Ему показалось одной крови недостаточно. Он думал, одним хлебом недостаточно. И поэтому Он добавил много своего. Я правда не знаю, как вы считаете. но какие бы дела вы не совершали, они не могут быть лучше крови Иисуса Христа, который обмывает грехи. Даже если вы раздадите все свое имение бедным людям, но это никак не может быть лучше крови Иисуса. Даже если вы пожертвуете своим телом, это не может быть лучше крови Иисуса. Только кровь Иисуса может омыть все мои грехи. Поэтому, дорогие, мы должны поверить в том, что кровью Иисуса Христа наши грехи омылись. Мы не можем в это поверить. Поэтому люди постоянно пытаются добавлять туда свои добрые поступки. Дорогие, делайте добрые дела. Это хорошо. Но эти ваши дела не могут омыть ваши грехи. Какими бы добрыми делами вы не занимались, какой доброй жизнью вы не жили, это не может омыть и простить ваши грехи. Только кровь Иисуса прощает наши грехи. Если кровь Иисуса не могла омыть ваши грехи, то у нас не будет другого результата, кроме того, как стать истребленными. То есть, нам вместо того, чтобы трудиться, мы должны обратить внимание на кровь Иисуса Христа, который умер за наши грехи, и поверить в ней. беззаконие. это кровь Иисуса, который пролил и который пострадал за нас. Именно в тот момент, когда Иисус пролил свою кровь и умер, все наши наказания за наши грехи прекратились. Мы больше не грешники. грешники. Господь больше не восполнит наши грехи и беззаконие. Вот как нам нужно поверить. Это очень легко, это очень просто, это ясно. Но Сатана обманул многих людей. Многие пастыри говорят, хотя Иисус умер на кресте, мы должны творить добро, мы должны исполнить закон, мы должны хорошо трудиться. Я не говорю, что вам нельзя так поступать. Но если помимо крови Иисуса будете добавлять в прощение грехов, то вы станете истребленными. Те, которые не верят в кровь Иисуса Христа. Да, эти люди называют себя грешниками. Это означает, что эти люди не веруют в кровь Иисуса. Десятая глава к евреям говорит, что пролитой кровью Иисус просил все наши грехи. Ваши грехов беззакони боли не воспомню. Это правда, дорогие, Господь больше не воспомнит. Да, почему в Ветхом Завете окропляют жертвенник кровью? Потому что Господь записывает наши грехи на рогах жертвенника. Да, но смертью Агнца наши грехи были прощены. И поэтому кровью его вытерли записи о наших грехах. Да, все наши грехи были прощены кровью Иисуса. И обложили эти рога кровью. И все наши записи о наших грехах были вытерты. И поэтому Господь более не воспомнит о наших грехах. Я прошаю им грехи и более не воспомню. Дорогие, так как мы не верили в кровь Иисуса, поэтому думали, что нам нужно трудиться и поступать по-доброму. Но у нас нет дела, которые мы должны исполнить, потому что Бог сказал, так как Иисус искупил нас, поэтому по благодати даром нас оправдал Господь. Если нас оправдал Бог, будет правильным, называя себя праведными. Пожалуйста, веруйте этому Слову искуплением во Христе Иисусе. По благодати Божьей даром мы получили оправдание. Да, Бог нас оправдал по благодати Иисуса, назвал нас святыми. Это очень просто, но мы этому не верили. Хотя словами говорим, что Иисус умер на кресте, так как мы не верим, что Иисус омыл все наши грехи. Хотя говорим, что Иисус умер на кресте, но дальше называем себя грешниками. Иисус одним разом омыл все наши грехи навсегда. Некоторые говорят, это правда, что Иисус омыл все мои грехи, но я грешник, потому что снова согрешил. А разве Иисус омыл только прошедшие грехи, а будущем нет? Иисус омыл все, все грехи. Я прошу грехи их и больше не воспомню. Я точно осознал эту правду в 1962 году. И во всем мире я всем людям говорю, что Иисус просил кровью наши грехи. Я говорю, зачем? Иосиф говорит, вина черепи, через три дня ты освободишься и вернешься на прежнее место. Иосиф так предсказал. И пророчество исполнилось по сну. Мы согрешили и еще согрешили. Согрешили. Но и эти грехи были прошены. Люди говорят, что значит нам можно грешить сколько нам угодно. А я спрашиваю у них, а вы разве не грешили сколько вам угодно? Если вы согрешили, значит, вы согрешили сколько вам угодно. Да, это то же самое. Мы грешим. Но если все грехи не были прощены, то нет смысла в прощении грехов Иисуса. Если до сегодняшнего дня Он только омыл наши грехи, а если завтра грехи Он наставит, тогда я войду в ад, если умру завтра. Значит, мне нужно покончить с собой сегодня. Так я должен поступать, чтобы войти в небесное царство. Но это не так. Он просил всей грехи навсегда. Другими словами, он просил всей нашей грехи. Поэтому сороковая глава книги Бытие, история не о виночерпии и хлебодаре. Эта глава точно описывает нашу духовную жизнь. А Иисус точно омыл все грехи на кресте. Есть человек, который верит в прощение грехов. Есть человек, который не верует в прощение грехов. Вот какое отличие между ними. Я являюсь пастором. Я встречаюсь со многими людьми. Но я не встретил такого человека, который ни разу не согрешил в своей жизни. Да, знают они об этом или нет, но они много согрешили. Но каждый раз я говорю через Библию. Смертью Иисуса Христа все наказания за ваши грехи были завершились навсегда. Это правда, когда смотрит человек сам, то он грешник. Но Библия говорит, что Иисус меня не осуждает и не воспоминает. Отечеи, люди думали, что они являются грешниками. В таких мыслях эти люди не могут поверить в том, что Иисус просил грехи. Бог смотрит на наши мысли. Омыл Иисус мои грехи на кресте или нет? Если Он не омыл наши грехи, то крест Иисуса претерпел провал. Иисус не претерпел провал. Он омыл наши грехи. Все ваши грехи и грехи пасторов Супак, амыл все наши грехи. После прощения грехов мы ошибаемся, неправильно поступаем, и порой мы совершаем грех. Но я все равно праведен, потому что меня назвал праведным Бог. Да, мне больше подходит звание грешника, так как я согрешил. Но я перестал верить своим мыслям. Но поверил в Слово Божие так, как оно есть. Так как меня оправдал Бог, если Бог нас оправдал, то мы праведные люди. Я свят, я праведен. Ведь Бог так сказал мне. Как я могу быть праведным? Я же согрешил. Да, согрешил. Господь знает не только то, как я согрешил, но тоже он знает, что Иисус умер на кресте за меня. Он своей смертью положил конец всем нашим грехам, возлюбленные мои. Вы знаете, Иисусу очень обидно. Он для нас на кресте пролил свою кровь и умер. Но если вы будете называть себя грешниками, то смерть Иисуса на кресте потеряет смысла. И представьте, как обидно Иисусу. Знаете, я подумал. ведь Иисус просил все наши грехи смертью на кресте. Но если мы себя назовем грешниками, то представьте, как Иисусу обидно. Как сильно Ему было бы обидно. Но однажды я определил свое сердце. Я решил свидетельствовать только о том, как кровь Иисуса Христа омыла наши грехи. Кроме этого, я ничего не делал. С кем бы я не встречался, кому бы я не пришел. Все люди знают, что Иисус умер на кресте. Все люди говорят, что Иисус умер на кресте, но продолжают думать, что они грешники. Получается, смерть Иисуса Христа стала напрасной на кресте, но он не потерпел провал. Он омыл все наши грехи, и он даже омыл грехи нашего пастора Джозефа. если бы этот красивый человек не получил прощения, то я не представляю, какой жизнью этот человек жил. И когда я в это поверил, Иисус всегда пребывал со мною. Что бы я ни делал, он всегда был рядом. Чего Бог хочет от нас? Да, хотя Иисус на кресте омыл все наши грехи кровью. Но сатана обманывает. Эй, у тебя же есть грехи. Ты же обманул. У тебя же остался грех. Но это не так. Иисус от начала до конца совершенно омыл все наши грехи белее снега. Кто из вас согрешил больше всех и грехи этого человека. И грехи того человека, который согрешил меньше всех за ложь, за кражу. Бог все простил. Я об этом говорю. Я за прошлые десятки лет проповедовал только это слово. И меня пригласили на конференцию, чтобы я делился этим словом. Да, у меня много слов. Когда я читал Библию, вся Библия говорит о прощении. Что нам от того, что виночерпили, хлебодар, согрешили, и они умрут или нет? Но такие люди, как виночерпи, которые уповают только на кровь, Иисуса получают спасение. Но люди, которые помимо крови Иисуса хотят добавить своего, как хлебодар, погибнет и станет проклятыми. Дорогие, вы знаете крест? Вы знаете Иисус, который был пригвожден за нас? Его смертью. Да, не было недостатка в Его смерти, чтобы омыло все наши грехи и сделать нас белее снега. Пожалуйста, перестаньте принимать все ваши мысли и чувства. У меня много грехов. Пожалуйста, не принимайте эти мысли. Но примите слово таким, каким оно есть. У вас много грехов. И поэтому Иисус явился в этом мире. И поэтому Он умер на кресте за наши грехи. И Он воскрес. Вот тогда все ваши грехи стали прошены. И Господь сказал, что больше не восполнит о наших грехах. Когда у нас будет такая вера, то наше сердце и сердце Бога станет единым целым. Иисус говорит, что Он омыл все грехи. И Бог говорит, что Он более не воскомнит о них. Что наши грехи были омыты белее снега. А Сатана говорит, нет, у тебя остался грех. Ты обманул. Да, я согрешил. Дьявол так говорит. Верьте Слово Иисусу. ой, множество моих грехов, как волос на моей голове были прощены белее снега. Это не потому, что я этого хотел. Но смертью Иисуса Христа на кресте это произошло. Я много что говорю многим людям. Многие люди считают себя кроткими, смиренными и называют себя грешниками. Но это не смиренность. Если вы называете себя грешниками, тем самым вы оскорбляете крест. Вы не представляете какое-то огромное оскорбление. Это Иисус умер на кресте. И это высокомерие. и гордость, когда вы сами пытаетесь самые свои грехи. Да, многие люди так считают, потому что они не знают точно. А я во Христе живу с благодарностью. Это не означает, что у меня нет проблем или трудностей. И не все люди открывают свою душу передо мной. Некоторые меня обвиняют в сектанстве. Знаете почему? Потому что я называю себя праведным. Это не я себя назвал таким, просто Бог меня оправдал, и я просто поверил в это. Пожалуйста, не верьте в Иисуса Христа, если Он не мог омыть ваши грехи. грехи. Пожалуйста, верите в такого Иисуса Христа, который простил ваши грехи. Это Иисус сегодня и мои грехи, и ваши грехи, и грехи наших предков, и грехи наших потомств. Силой Божьей Он омыл эти грехи белее снега. Примите это в свое сердце, что Иисус омыл все мои грехи, что Он пролил свою кровь. Когда вы будете веровать, то вы с Иисусом станете как одно целое. И с того времени Господь будет пребывать и действовать в вас. Да, прославляйте Бога. Благодарите Бога. И прославляйте всегда Бога за то, что Он просил грехи. Сможете сказать «Аминь»? Есть среди вас, которые считают до сих пор себя грешником? Пожалуйста, веруйте в Иисуса. Веруйте в крест. Пожалуйста, веруйте тому, что ваши грехи прощены кровью. Помолимся. Отец, мы тебя благодарим. мы слышали историю о виночерпи и хлебодаре. Для виночерпи чаши вина была достаточно. А что Он согрешил? Но так как кровь Иисуса просила всей нашей грехи, поэтому с дерзновением Он мог прийти к царю. А хлебодар, Он не остался доволен корзинами с хлебом. И поэтому добавил туда свое изделие и пищу. И хлеб покрылся. И Он стал истребленным. Кровь и тело ранимой Иисуса свидетельствуют о нашем спасении. Мы веруем в том, что Ты пролил за нас кровь. Мы веруем, что этой кровью все наши наказания закончились. Если есть те, которые не веруют этому, то, пожалуйста, благослови этого человека, чтобы он принял эту правду по вере. Пусть Твоя благодать переполняет всех нас. Благодарим Тебя. Дай нам нести Евангелие во все страны. Помоги, чтобы мы свидетельствовали всем людям. Чтобы все люди, которые посвящают церковь, освободились от греха и жили благословенной жизнью и, в конце концов, пристали перед Тобою. Благодарим Тебя за это собрание. Я молился во имя Иисуса Христа. Аминь. Большое спасибо вам.